Продолжение следует... Так, что я хочу сказать касаемо Hair Tool. Первое, что мне в нем нравится, это быстрое создание Hair Card с PBR текстурами из объекта. Давайте создадим сферу. Зайдем в Face режим. Удалим данную часть, потому что нужно обязательно удалять треугольники, если они есть в вашей модели. Ибо плагин работает только с квадами. Продолжение следует... Следующее, что вам нужно сделать, это назначить линию роста волос. То есть указать плагином, где будут начинаться корни. Для этого нужно выделить петлю ребер и включить опцию Mark Sharp. Далее возвращаемся в объект. Теперь можно запустить плагин. Для этого открываем данную вкладку и заходим в Hair Tool. После чего нажимаем на эту кнопку. В итоге, вы получите такие Hair Cards, которые можно настраивать с помощью данной панели. Но самое крутое не это. Если сейчас включить Realtime Viewport и немного подождать, у вас появится настроенный материал волос. То есть Hair Cards идут сразу с таким пресетом и ничего не нужно дополнительно настраивать. Конечно же, вы можете настроить Strand Count и таким образом получить такую гульку. На самом деле, здесь много всяких настроек и я не буду на них сейчас останавливаться. Так как это видео не полноценный урок. А просто демонстрация того, что мне понравилось в плагине. Ведь я скинул вам интро видео, в котором можно посмотреть много чего интересного. И там это все подробно разбирается. Вторая фича, которая мне очень нравится. Это возможность выбирать любой гид и заменить его на косу с тем же уже настроенным материалом. Плюс, Вы сразу же можете настраивать параметры этой косы. Сразу минус, который я заметил. Нельзя настроить основание косы, как это можно сделать в Ornatrix. Возможно, я не нашел это в настройках, но судя по тому, что я вижу, скорее всего такого параметра нет. Второй момент, который мне не нравится, это редактирование. То есть, здесь нельзя удобно взять и расчесать эту косу. Вы управляете ею, как и в обычных Hair Cards с помощью таких точек. Лично для меня это не очень удобно. То есть, даже на такое простое редактирование, которое я сейчас демонстрирую на экране, уходит много времени. В отличие от метода расчесывания косы в Ornatrix. Который я покажу в видео ниже. Опять же, допустим, я хочу сделать косу длиннее. Тут есть специальные точки, с помощью которых можно реализовать эту идею. Но в Ornatrix можно это осуществить гораздо проще. Из-за меньшего количества шагов. То есть, тут вы двигаете точки. Потом делаете апдейт профиля, чтобы сгладить эти точки. Затем выбираете косу и нажимаете кнопку Update Braid. Как это выглядит в Ornatrix, снова же смотрите видео ниже. Лично для меня это не так удобно. В общем, в каждой программе есть свои плюсы и минусы. В какой работать, уже решать Вам. Конечно, классно, что здесь сразу же назначается текстура. Но опять же, это можно реализовать в Ornatrix. Пускай и за большее количество шагов. То есть, сначала я был очень впечатлен. Потом проверил то же самое в Ornatrix и понял, что там мне удобнее работать. Когда люди хвалили и советовали, я ожидал большего. Поэтому, если Вы начали путь исследуя мой workflow, смотрите видео с Ornatrix ниже. Я покажу там, как настроить такие же инструменты.